здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим кто такие рептилии современные рептилии или присмыкающиеся это четыре группы животных змеи ящерицы крокодилы черепахи готерии единственный вид в крупе подобно рыбам амфибиям птицам и млекопитающим рептилии позвоночные и их детеныши обычно вылупляются из яиц на суше кожа рептилий покрыта чешуей которая задерживает в теле влагу поэтому они могут жить в сухих местах но от потери тепла чешуя защищают хуже и температура тела этих животных зависит от окружающих условий считаются холоднокровными на солнцепюки температура крови у них почти такая же как у человека в отличие от теплокровных животных рептилиям не нужно много еды для внутреннего подогрева и они хорошо чувствуют себя в бесплодных пустынях многие рептилии растут всю жизнь так как рост костей у них продолжается даже в зрелом возрасте если животному удается избежать всех опасностей то на склоне лет она может достичь огромных размеров это относится прежде всего к питонам крокодилам и гигантским черепахам черепахи панцирные рептилии живущие почти во всех теплых областях планеты панцирь защищает черепах от повреждений непогоды и хищников а также служит для маскировки живут черепахи на суше так и в соленой и пресной воде яйца откладывают только на суше в песок попавшую листву в норы других животных настоящие крокодилы и их сородичь аллигаторы кайманы и гавиалы очень древние животные они относятся к той же группе рептилии которые принадлежали динозавр и предки птиц основные занятия крокодилов загорать на берегу и неподвижно лежать в воде однако преследуя жертву они развивают огромную скорость и нападают с необыкновенной силой и точностью кровожадные крокодилы более заботливые родители чем прочие рептилии страшными челюстями способными сокрушить даже антилопу гну мать осторожно переносит своих крошечных детенышей из книги рептилии вы узнаете о сторожилах нашей планеты рептилии увидите черепаху танк живую достоирическую реликвию туатару крысу исчезающую в пасти питона яйцо веретено яйцо мячик узнаете что такое яйцевой зуб как змеи контролируют рождаемость зачем крокодил встает на хвост чем гремит гремучая змея когда крокодильчики зовут маму как гекконом удается ходить по потолку и многое многое другое а сейчас предлагаем смастерить змею для работы вам понадобится цветная бумага клей-карандаш ножницы простой карандаш линейка берем оранжевый лист цветной бумаги размером примерно 10 на 10 сантиметров складываем его пополам рисуем голову змеи далее вырезаем и пока откладываем в сторону берем белую бумагу рисуем глазки вырезаем теперь берем голову змеи и приклеиваем глаза далее берем красную цветную бумагу рисуем язык змеи вырезаем приклеиваем как показано на фото приступаем к изготовлению тела змеи для этого вам понадобится цветная бумага желтого и зеленого цвета можно взять другие два цвета например синий фиолетовый желтые черный и так далее при помощи линейки отмеряем полоски шириной 2 сантиметра и длиной 10 сантиметров у вас должно получиться 4 желтые полоски и 4 зеленые полоски концы у последней полоски заостряем это будет хвост змеи приступаем к сборке из полосок делаем колечки чередуя их одно желтое потом зеленое как показано на фото вот такая замечательная змея у нас получилось и и Субтитры создавал DimaTorzok